Час Делягина Не та сфера Все-таки патологоанатома, я думаю, было бы лучше Звать для изучения современных процессов Но, Михаил Геннадьевич, давайте лучше о приятном Вот вы к нам в туду зашли и тучи разошлись Понимаете, вы как та Ирина Олегова Тучи развели руками Я себя почувствовал прям президентом Российской Федерации Такие слова обычно президентам говорят Ну, вот видите У нас эксклюзив специальный для вас За что вы мне такого зла живете? А я на самом деле скажу Потому что сейчас вам Я вас попрошу прокомментировать заявление Которое сегодня президент России Владимир Путин Сделал на совете законодателей В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге Мы планируем начинать на самом деле С отчета премьер-министра перед Госдумой Но что-то мне подсказывает, что примерно на те же вопросы Там каждый камер Сокчака знает Вот, глава государства отвечал Ну что, давайте начнем, наверное Никакого коллапса не произошло Заявил глава государства Российская экономика легко преодолела Эти искусственные барьеры Надо полагать, в виде санкций В виде, получается, падения курса рубля Ну, насчет легко Это скорее кремлевская точка зрения Потому что я по стране езжу много И что происходит в регионах Вы знаете, иногда волосы встают дыбом Идут сокращения Они идут практически везде Они идут по-разному В одних регионах увольняют тех, кто работает Скажем, в Хантамансийском автономном округе Там люди интеллигентные и профессиональные Там увольняют менеджеров, которые руководят Очень сильно пропалывают Но в целом То, что корректно называется оптимизацией На самом деле массовыми широкими увольнениями Идет по всей стране То, что это пока не отражается в статистике Или отражается как-то недостаточным образом Я думаю, что за это нужно хвалить Или не хвалить Росстат А не российскую экономику Так что насчет легко Это, вы знаете, очень вид Знаете, вот у нас, так сказать Была такая фраза Войной по глобусу руководил Вот это ощущение, что эту фразу писали те Кто российской экономикой тоже руководит по глобусу А не, так сказать, конкретные, не содержательные Причем сокращают рабочих Даже эффективные предприятия Загруженные заказами и так далее Что касается того, что санкции не возымели в свое действие Да, конечно По-моему, ведь именно Владимир Владимирович Путин Некоторое время назад сказал, что Вклад санкций в наши проблемы Незначительен процентов это к 20 А все остальное? А все остальное Это дальше была сложно Сложно сочиненная конструкция Которая позволяла гадать Можно было предположить, что это падение цен на нефть и так далее Но на самом деле Позиция президента Мне кажется правильной Просто ее нужно внимательно слушать Потому что У президента замечательное чувство юмора И люди, которые дословно понимают его слова Они часто впадают в просад К примеру, могу привести много Из политической, не из экономической Вот не нужно попадать в всей стране в просад Вслед за теми, кто Вслед за мелкими чиновниками Который оказывался в этом положении Президент сказал, что Последствиями санкций Российская экономика разобралась И их преодолела Святая правда Последствия санкций Российская экономика преодолела Причем, по моим ощущениям Месяца это так Самое позднее в декабре Скорее всего в сентябре А все остальное Это деятельность российского либерального клана Это деятельность либерального правительства Медведева Его социально-экономического блока Это деятельность либерального банка России И те проблемы, которые мы имеем сейчас Это не санкции И даже не падение нефти Потому что нефть подешевела до 46 долларов Сейчас на сколько? 64 Это бренд-смесь Ее ровно где-нибудь 61 Где-нибудь так Где-то так, да Она уже подорожала С минимальной точки падения Ну на треть То есть Теперь нужно преодолевать Последствия социально-экономической политики Такая задача не ставится Более того Всегда и везде Либеральная политика Защищается всеми силами И представляется Как единственно возможной Понятно, что президент Экономикой не занимается У него другие проблемы И никто не может заниматься всем И мы сами всем не занимаемся Но если вы поручаете кому-то Какое-то дело То поручите специалисту Не Кудрину Или не последующему Кудрину Я не себя имею ввиду В аппарате правительства Есть куча квалифицированных людей Не буду их называть Чтобы их завтра не уволили У президентов Помощником работает Макроэкономист Лучший макроэкономист России Господин Белоусов Советником работает Глазьев Сергей Юрьевич Если там Андрей Ремович Белоусов Застесняется Как большой начальник Говорит резкие слова То всегда можно Сергея Юрьевича попросить Вот На самом деле Та риторика Которую мы слушали Это риторика Кудринская Гайдаровская Вот из этого угла И разговор о том Что ну что ж такое Мы же в прошлом году Стабилизировали рубль И был выбор Или растратить Силы золотовалютные резервы Или Вести плавающие курсы Обвалить рубль Что и было сделано Ну вообще-то говоря В нормальных странах Где экономику Управляют профессионалы В управлении А не в растре И в странах Где Правящий класс Обслуживает интересы Своей страны А не Глобального бизнеса В таких случаях Меняют правила регулирования Государство Обязано Регулировать Рынки В том числе Валютный рынок Точно так же Точно по тем же причинам По которым Оно обязано Регулировать Дорожные движения Даже если Моя личная Свобода Мои личные права Человека При этом нарушаются Вот Условия Когда вдруг Происходит дестабилизация Валютного рынка Необходимо Это азбучные истины Во-первых Ограничить движение Спекулятивных капиталов И даже Англичане Говорили в 10-м году О том Что они готовы Это сделать Если в Европе Будет продолжаться И в Ярозоне Будет продолжаться Беспорядок Кризис И во-вторых Железобетонной стеной Разделить Спекулятивные И инвестиционные Деньги Это было Во всех Развитых странах На том уровне Зрелости Финансовой системе Который характерен Для нас Президент этого Может не знать Точно так же Как я могу не знать Устройство микроскопа По тем же причинам Если я не знаю Устройство микроскопа От этого Никто не умрет А если президент Не знает Экономической азбуки То от этого Люди умрут И я подозреваю Что уже умирают Вот еще несколько Высказываний Главы государства Экономика адаптируется К новым условиям Да иногда Происходит рост цен Но это пройдет По мере роста Собственного производства В любом случае Мы действуем В правильном направлении Заявил глава государства В любом случае Мы действуем В правильном направлении Мне нравится Это постановка вопроса И попробуйте Кто-нибудь Подразумевается Попробуйте Кто-нибудь вякнуть Что мы движемся В неправильном направлении Сейчас реклама Михаила Геннадьевича Выпуск новостей Потом продолжим Специальный проект Радио Комсомольская правда Что будет Сегодня мы говорим о том Что будет завтра Ведущие эксперты и политики В прямом эфире Делают свои прогнозы На будущее В программе Что будет Каждый вторник С 19 до 21 часа По московскому времени На радио Комсомольская правда В эфире Владимир Сунгоркин И Александр Яковлев Что будет Час Делягина На радио Комсомольская правда 17.17 В российской столице Комсомольская правда Прямой эфир Доктор экономических наук Михаил Геннадьевич Делягин В нашей студии Да, но откуда взялась фраза Что мы все делаем правильно Я могу объяснить Прямо сейчас Это результат социологии У социологов Есть стандартный вопрос Считаете ли вы Что дела идут В правильном направлении Или в неправильном направлении Это вопрос интегрированный И восторг По поводу того Что наше государство Один раз Оказалось честным И вменяемым Во время Воссоединения с Крымом Он работает До сих пор И вот разделить Это чувство На отношение К экономике На отношение К социальным проблемам И на политическое Сугубо политическое Даже внешнеполитическое Одобрение Никто судя по всему В администрации То ли не смог А скорее всего Не захотел Поэтому президент Думает Что если поддерживают Его А его поддерживают 85% Остается То значит Государство Все делает правильно А это совершенно Разные вещи То есть здесь Некоторая Аберация Восприятия К сожалению Имеет место Очень яркое Насчет того Что у нас Будет промышленный рост Ну вы знаете Это хорошая шутка На мой взгляд Людей Которые готовят Президенту Экономическую статистику Потому что По официальным данным В первом квартале У нас промышленный спад 0,4% Правда В позапрошлом году Тоже был промышленный спад Похуже В прошлом году Был экономический рост За счет Начавшейся уже тогда Девальвации 1,1% Но все это Жалкие крохи Импортозамещение Не работает Это видно Совершенно очевидно Наглядно по очень простой причине Что ничего само собой И без денег Делаться не будет Вы можете создать Условия Для импортозамещения Но знаете Чтобы пшеница выросла Ее нужно посеять Чтобы импортозамещение было Вы можете создать Идеальные условия Для роста пшеницы Но если вы зерна В землю не положите То вырастет сорняк С импортозамещением То же самое Девальвировали рубль Да Картинка хорошая Но Кредитов нет И не будет Потому что Помимо высокой ставки Банка России Есть еще тотальное недоверие Всеобщий шок Есть предельно жесткая Финансовая политика Которая просто выжила Экономику досуха В экономике денег нет Второе Нужна рабочая сила Квалифицированная Откуда ее взять Люди рождаются Младенцами И через 9 месяцев После зачатия Как некоторые Знают Не в правительстве Наверное А готовые специалисты С неба не падают Их как минимум Нужно привлечь Их как минимум Нужно вернуть Там условно С пенсии Или нужно Их лучшим образом Использовать Более квалифицированно Их нужно найти И так далее Привлечь в конце концов Из стран ближнего Зарубежья На временной основе Пока не вырастут новые Дальше Нужен доступ К инфраструктуре А у нас Естественные монополии Блокируют все По прежнему И нужны Производственные мощности Михаил Геннадьевич Еще одно Высказывание Главы государства Которое я хотел бы Попросить вас прокомментировать Цитирую Когда цена на нефть Будет болтаться В районе 60-70 долларов В принципе Создаются условия Чтобы участники Экономической деятельности Видели выгоду Вложения не только В нефтегаз Минеральные удобрения Но и в другие Отрасли экономики Подчеркнул глава государства У нас сейчас Уже между 60 и 70 Ближе к 60 конечно Но что-то я не слышу Вложения есть И довольно много Предприятий Которые работали Конкурировали с импортом Они вздохнули Хорошо полной грудью У меня знакомый Я повысил цену на 15% Всех в полтора раза Я вообще король Но все-таки повысил на 30% И все равно он король То есть это есть Но создавать новые мощности Сейчас страшно Плюс к этому Нужно учесть Что вот воспитанная За последние 15 лет Правящая тусовка В том числе и в бизнесе Эта тусовка Она зарабатывает деньги здесь Для того, чтобы потом Хорошо жить в Италии В Швейцарии В Франции В Лондоне В замечательно других местах А какой смысл сюда вкладывать Если я сюда вложусь Значит я распишусь Что я лоялен этому режиму И в любой момент Я попаду под санкции Зачем мне это надо Это очень серьезный Очень существенный мотив А с другой стороны Да, я заработаю в рублях Но тратить-то я в Европе Буду в евро Или в фунтов стерлингов Или в долларах Зачем мне это Вот Это очень существенный мотив Который Который, так сказать Наблюдая друг в друге Некоторая часть нашего руководства Безусловно Наблюдая друг в друге Но На политику государства Это не влияет никак Ну и наконец Возвращаясь к высказанию То, что у нас снизятся цены Да, цены снизились Но они остаются Рост цен остается Очень высоким И в монополизированной экономике Ликвидация денег Не останавливает Рост цен Пример тому 90-е годы Когда экономика была выжжена досуха До такой степени Что ходили повсеместно Денежные суррогаты Самые разнообразные Вплоть до расписки Когда люди гарантировали Своей жизнью Что-то Да, то есть Люди выпускали сами Псевдоденьги Это безусходно Естественно Было очень много спекуляций И воровства И грабежа И вообще был кошмар Но инфляция все равно продолжалась Потому что монополии Когда они безнаказаны Они только повышают цен И мы это видим В том числе в марте В том числе в апреле Еще Пожалуй Вот еще высказывание Попросили Гавукцударству прокомментировать Решение Центробанка О переходе на плавающий курс рубля Так вот Президент назвал это решение Экономически сбалансированным Далее цитата Как только цены упали На товары нашего экспорта Нефть и газ Это так или иначе Отражается на состоянии Национальной валюты И нужно Центробанку Либо полить резервы Чтобы поддерживать уровень И играть на карманы спекулянтов Либо ЦБ вынужден был Сделать то что он сделал Перейти к плавающему курсу Вот я ровно про это говорил Банк России Весь прошлый год Почти весь До ноября месяца Полила резервы Как выразился Товарищ Путин И играл на карманы спекулянтов А потом Когда это стало Уже нельзя больше сделать Он вел плавающий курс Так а спекулянты Были накормлены И у меня такое ощущение Что далеко не все Эти спекулянты Не были связаны С тем самым банком России По крайней мере Признаки инсайдерской игры Выпиющие в конце октября У нас на рынке были И никем они не расследовались А если подозрительные действия Не расследуются То это значит Что это не нарушение Из правил Это сами правила Вот Но опять таки В такой ситуации Не нужно быть ее рабом Не нужно быть ее заложником Государство на то и существует Чтобы регулировать экономику Понимаете Светофор отличается От участников движения Тем что он определяет Кто едет Кто стоит А государство определяет Правила движения Нас определяет Не просто режим работы светофоров Их расстановку Правила движения Вот на улице Это государство Хватает уму делать А в отношении рынка Этого ума делать Не хватает И вот логика Которую продемонстрировал Уважаемый президент Большой ему закрыл Спасибо Но сейчас Социально-экономическая политика Обесценена Все что было Потому что она проводится Вот таким вот Абсолютно рабским образом Нас либеральная политика Как в 90-е годы Такое ощущение Что с 92-го года Никто ничему не научился Я прекрасно понимаю Что господа типа Кудрина, Набиулина, Улюкаевой Шувалова, Дворковича И всех остальных Вплоть до господина Медведева Им и не нужно учиться Им это очень нравится Судя по всему То что происходит Там можно сейчас поговорить о том Как Медведев Все это комментировал Он просто доволен ситуацией Он счастлив У него все замечательно Вот И министры снова Не червонцы Чтобы всем нравиться Но его министры В Думе нашлись люди Которые В общем начали Жестко критиковать Отчет Главы правительства Но Михаил Геннадьевич Что там критиковать Это порнография По-моему А не отчет Давайте Лучше бы он нам Стриптиз исполнил Хоть было бы интереснее А содержание примерно То же самое Не уверен Что это было бы интереснее Михаил Геннадьевич По крайней мере Это было бы нечто новое А новое может быть А такого На трибуне Государственной Думы Еще точно не было То что было Это тот же самый стриптиз Только политический Ну и Даже неловко Это комментировать Понимаете Это вот Вы хотите Я вам предложу тему Которую вам тоже Будет неловко комментировать Потому что я полагаю Что вы уже Наверное Культурных слов Литературных эпитетов Не найдете Что Васильева Васильева Василий Михаил Геннадьевич Прокуратура Вы знаете Прокуроры потребовали Признать Госпожу Васильеву Виновной Потому что вина Ее доказана И приговорить ее К восьми годам Условно Вот сейчас Продолжают Приняя сторон Правильно Если вы украдете Сто тысяч рублей То вы сядете А если вы украдете Пять тысяч рублей Вы сядете Если вы украдете Миллион То это особо Крупный размер Вы сядете Очень сильно А если вы украдете Несколько миллиардов То с вас будут Сдувать пылинки Носить вас на руках А тем самым Прокуратура Которая я напоминаю Надзорный орган Которая должна Следить за тем Чтобы никто Не совершал нарушений В первую очередь Главная функция Прокуратуры Надзирать Над соблюдением Законности Всеми остальными Прокуратура Наглядно На мой взгляд Продемонстрировала Две вещи Во-первых У нас есть Неприкасаемые Есть Каста Неприкасаемых И интернет Уже переполнен Разговорами о том Что там Якобы родственница Жены Медведева И там По национальному Признаку спекуляции И все что угодно То есть вот Этими действиями Прокуратура Занялась Разжиганием розни Статья На мой взгляд Я могу конечно Ошибаться Я не юрист Статья 282 Административный Экстремизм В чистом виде То есть Это разжигание розни По отношению Представителями Социальной Социальной группы Власть У нас за это Сидят люди Которые Неаккуратно Критиковали начальство То есть видите Когда власть Разжигает Социальную рознь В отношении себя На мой взгляд Конкретные Представители Этой власти Совершают Точно то же самое Преступление И там Писк следует О том Что это предательство Ну да Это предательство Вам смеются в лицо Так сказать Вами издеваются В лицо И второе Очень важная вещь Всем зафиксировано Что правосудие Для бедных Вас накажут За совершенное Преступление Если вы бедный А если вы богатый Вы будете ржать Издеваться над всеми И писать стишки Темы О которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник Четверг и пятницу После шести вечера По московскому времени На радио Комсомольская правда Час Делягина На радио Комсомольская правда Доктор комических наук Михаил Делягин Михаил Геннадьевич Кстати вот вы сказали Правосудие для бедных Вот одного из Нет знаете Не правосудие Наказание для бедных Я говорил Правосудия как раз Для бедных Я боюсь тоже нету Вот Но если Человек бедный Свершил преступление И попался То на нем Оттянутся по полной программе Еще и покалечат А у госпожи Васильевой Все хорошо Как с гуся вода И понимаете Нас государство Очень любит Изображать из себя Такого агрессивно Обиженного Ах Вражеская пропаганда Ах Против нас Ведут информационную войну Ах На нас клевищут Ах Гибридная война Это все правда Но простите Пожалуйста А какая нужна Против вас Гибридная война При такой прокуратуре Ну какой нужен Навальный Да там Стажировка Газдепартамент Вашингтонский Кому нужна Эта оппозиция На фоне Такой прокуратуры Которая Доказывает Делом Все Что даже Самым отмороженным Оппозиционерам В голову Не приходило Ну представьте себе Что вот после этого И на этом фоне Президент Или там Медведев Или кто-то еще Начнет нам Рассказывать Про борьбу С коррупцией Да Ну его конечно Не смеют Нас люди Вежливые Как показали Крымские события Вежливость Это так сказать Национальная особенность Русской культуры Но воспринять Это всерьез На фоне Дела Васильевой На мой взгляд Невозможно В принципе Всем все Про правосудие В Российской Федерации Сказано Кстати по поводу Вот Наказания для ведных По-моему Еще один фигурант Дела Васильевой Который обвиняется По-моему в хищении Ну 16 что ли Миллионов рублей То есть на фоне Васильевских Это вообще Катклейки жалки Сидит Сизор Ну прокуратура В всяком случае Для него пока Условного срока Не потребовал И вообще Информационный фонд Такой Отовсюду Льются сообщения О том что человеку Грозит там До там Нескольких лет Тюрьмы Да Еще и строгача А господин Рогозин Совсем недавно Поделал Космодром Восточный Предлагал Расстреливать За коррупцию Да Клево Условный расстрел Вообще Космодром Восточный Такая лакмусовая бумажка Я если честно Не верил Что такое возможно Хотя конечно Подозревал Поднялись скандал Стратегическая стройка Современной России Невыплата зарплаты Коррупции И так далее Миллиардные махинации Приехал Рогозин Сказал Кого повесить Кого к стенке поставить Условно говоря И черт побери Опять Не выплачивают зарплату Потому что там Выяснилось Что у этой коробки Есть несколько доньев И вот Рогозин Приехал еще раз Уже не знаю с чем С каким Прибором для наказания Моментального в руке Вот Михаил Иванович Это как Сколько доньев У коррупции Российской Сколько у нее Броди жилетов Вот знаете Любая схема Сделана сложной И хорошо Если работать На камеру А не на результат То цирк Можно изображать Неограниченно долго Это не вина Рогозина Потому что он Не является Следственными органами И если Так сказать Работать тщательно То это дело может затянуться До плюс бесконечности Когда Государства Совершенно официально Открыто Существуют Ради прибыли И это никем И нигде не вскрывается Вы знаете Воровство Коррупция Действительно Начинают производить Впечатление Основы государственного строя И когда Где-то с ней Кто-то вдруг Начинает бороться Его просто Не понимают Воспринимается Как компанейщина Здесь можно Выйти в экзистенциальные Темы о том Что вообще В чем смысл Существования государства Если государство Наглядно Не развивается Развитием России И делает все Чтобы не заниматься Развитием России Значит оно существует Для воровства Потому что никаких Других вариантов Не существует Или 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 одно Или другое Но здесь Рогозина просто Подставили И все И я напомню У нас были Сочи За которые Никто не сел Между прочим Когда полгода Занимались подвигами 24 часа в сутки Работали Без сна и отдыха И лучшие инженеры На самом деле И лучшие управленцы Там работали Чтобы нейтрализовать Последствия Предшествующей катастрофы Что-то я не понял Что-то кто-нибудь сел На саммите От НЭС 2012 Его проводили на стройке По живому признанию Президента Российской Федерации По-моему Несколько человек Было уволено И один был отдан под суд Когда там дорога Дорога развалилась Да В номере президента Текло из окон Президента Да Президента Российской Федерации И когда он задал Недоуменный вопрос Ему объяснил застройщик Что в Приморском крае Дожди идут не так Как по всей Чего смеете Я помню Как по всей остальной территории Российской Федерации Это как хороший анекдот Слышишь второй раз И этот миллиардер Прекрасно себя чувствует У него все хорошо И замечательно И крышевавшие его чиновники В полном шоколаде Но Простите пожалуйста А давайте не будем путать То что государство делает На самом деле И те сказки Которые он по этому поводу Рассказывает Иногда Реальность прорывается наружу Вот дело Васильевой Это момент Когда реальность Прорвалась наружу И показал Что если кто-то Из наших начальничков Будет нам опять Рассказывать Про борьбу с коррупцией Все что он На что он может рассчитывать Это то что Над ним Не будут смеяться Прямо в зале И не будут Кидать в него Тухлыми овощами Михаил Геннадьевич Но тем не менее Смотрите Губернатора Хорошавина Арестовали за крупную взятку Простите пожалуйста Я сильно подозреваю Что его арестовали Не за крупную взятку Что всего лишь пол А был там какой-то конфликт Крупных структур И он в этом конфликте Как-то себя неаккуратно повел Потому что там возникает вопрос А что же у нас делают Многие остальные губернаторы Это во первых У нас сидела Дудка сидит Еще кое-кто сидит Но есть принципиально Разные вещи Есть борьба с коррупционерами А есть борьба с коррупцией Это разные вещи Одно дело Сначала Всей системой Довести человека До того Чтобы он украл А потом Торжественно наказать Одного из миллиона Или одного из тысячи Потому что Как было сказано По другому поводу Всех не перевешать Кстати в Китае Это было подтверждено Экспериментально Там в средней веке Был милый обычай Борьбы с коррупцией Потому что Когда чиновник выпадался Его не просто казнили По-китайски Мучительно И чудовищно Потом набивали из него Чучело И сожгли в кабинет Его преемнику Так сказать В назидание И вот остались Европейские мемуары Как сидит Чиновник У него в кабинете Сидит рядом с ним Чучело Трех его предшественников И он вымогает взятку Вдеваться ему некуда Не хочешь Вымогать Не хочешь брать взятки Иди в крестьяне Землю копай И опять И опять Может быть В опровержении Ваших слов Новость О том Что правоохранительные органы Иркутской области Задержали Мэра города Усть-Илимска Владимира Ташкинова Господин Ташкинов Подозревается А он член Единой России Сразу вопрос В получении взятки Вы будете смеяться Да Это хорошо Потому что На самом деле У нас Вероятность Мэра Избранного Не от Единой России Доработать до конца Срока Без уголовного дела Или без увольнения Там В силу каких-то Значительно Больших проблем Процентов Чуть больше десяти По-моему Нет С вами Ташкинов Был членом Единой России Это хорошо Но понимаете Это город Усть-Илимска Это город В общем Иркутский губернатор Может разобраться Своей властью Это среднее Звено управления Среднее И то что он Формально избран Да И формально Не является частью Государственной власти Вообще Но у нас сейчас Открыта охота На мэров Их заменяют На сети менеджеров Так что Может быть Это часть этой тенденции Может быть Действительно Иркутские власти Борются с коррупцией Совершенно Этого так сказать Не могу отрицать Не знаю ситуацию Может быть И борются Но дело в том Что губернатор Может улучшить ситуацию В своем регионе Но он не может Переломить тенденцию Которая сложилась На федеральном уровне Тенденция на федеральном уровне Нам задает Не Хорошавин Нам задает Васильеву По поводу Мэра Устилимска Он говорят Взят под стражу По другим данным Он на свободе Потому что уже отпущен Под подписку О невыезде По причине Резко ухудшившегося Здоровья И говорят Он госпитализирован Правда В какую клинику Московскую Швейцарскую Американскую Не сообщается Нет Управить Как будет здоров Час Делягина На радио Консомольская Правда 1418 дней Ночей 2600 километров По дорогам Войны 7 миллионов Героев Награжденных Орденами И медалями 26 миллионов Погибших И вечная Память История Великой Отечественной Войны Глазами Журналистов Комсомольской Правды Каждый день Мы рассказываем Как это было Один день Из жизни Страны В 41 42 43 44 И 45 Годах Истории Нашей Победы С 22 Июня По 9 Мая На радио Комсомольская Правда Час Делягина На радио Комсомольская Правда 1747 Российская Столица Михаил Делягин Доктор Акономических Наук В нашей Студии Да Тут В условии Прервала Реклама Просто Себя Представил Как повезло Бы Устилинским Полицейским Если бы Мэр Лег Действительно В швейцарскую Клинику И они Охраняли бы Его палату В Швейцарии Есть такая Служебная Командировочка Ну что Тоже между прочим Тоже между прочим Было бы о чем поговорить Кстати Ну посмотрим Итак Мы зафиксировали Я хотел бы еще зафиксировать В отношении Путинского Уступления Сегодняшнего Что он Наконец-то Сказал Он перестал Говорить Наши западные Партнеры Да Он сказал Наши Квази Партнеры То есть Пришло Понимание Того Что когда Против вас Ведут Войну На уничтожение То это Как бы Не совсем Партнерские Отношения Что когда Вас хотят Уничтожить Когда официально Говорят о том Что наша задача Нанести вам Максимальный Вред И когда Официально Говорят Что Путин должен Уйти Из Кремля И если Он уйдет Оттуда С пулей В затылке Если оттуда Вынесут Вперед Ногами С пулей В затылке Цитирую Дословно То никто Не заплачет И это Как бы Вполне Приемлемый Вполне Разумный Рациональный Вариант То это Немножко Не партнерские Отношения Вот Приятно Что понимание Этого Начало Куда-то Просачиваться Так Следующая Во всем Виноваты Либералы В последнее время Это Оправдание Ну я Два раза Его слышал Во-первых После пожаров В Хакасии Кто-то из Мешанных Чиновников Сказал Вы знаете Это подожгли Оппозиционеры Белолентничники Либералы Проклятые Бандеровцы Несчастные Отлично И сегодня По-моему Или вчера Вечером Глава МОС Обл. Зверком Ирек Вильданов Потому что Вы знаете Там проходили выборы В нескольких Муниципальных округах Совет депутатов Выбирали Самые большие Прошли Вот в Жуковском Который объединился С Балашихой Там Наблюдатели Сообщили Об имевших Место Попытках Вброса А затем Избиение Наблюдателей Которые Якобы Эти попытки Вброса Разоблачили Вызвали полицию Так вот Ирек Вильданов Глава МОС Обл. Избирком Сказал Вы знаете Это провокация Либералов Бандеровцев Фашистов Которых Научили На Западе Ну Вы знаете Мы действительно Сталкиваемся С людьми Которых Научили На Западе Но Есть очень Существенная вещь Я знаю Город Жуковский Там Реально Вот Химкинского леса На самом деле Не было Это такая Большая шутка В Химках Никто не знает Про Химкинский лес В Жуковском Уничтожили Реально Жуковский лес И люди Очень сильно Боролись Против этого И власти Московской области Их наплевали На них наплевали И их растоптали Это было уже До Воробьева Или уже при Воробьеве А вы знаете По-моему Это было еще И в начале Воробьева Этот процесс Заканчивался Но люди Не разбираются В этой В калейдоскопе Этих лиц Которые меняются Наверху Если внизу Отношение к ним Не меняется Поэтому Мне в этом отношении Нравится Позиция администрации Президента Как не смешно Когда все слова Говорятся Что там Долой белоленточник И все остальное Но когда люди Выступают Против какого-то Деятеля Этого деятеля Выбирают К чертовой матери Потому что Его задача Управлять А не разжигать Ненависть к государству У нас так Убрали В силу протеста Людей Обычных Рядовых Людей Губернатора Первского края И сейчас Похоже Там этот процесс Опять подходит К той же точке Кипения Долго будет Подходить И когда Вот Так разговаривают Про провокации Ребята Отлично А теперь Пожалуйста Или доказательство На стол Или заявление Об отставке Потому что Подобного рода Бездоказательные Заявления Это называется Клевета Это уголовное Преступление Которое Предусмотрено У КРФ И чиновник Который Его совершает Не имеет Права Находиться На своей должности Есть запись Как избивают Оппозиционеров Хорошо Есть фрагменты Говорят Есть фрагменты Есть снятые Побои Есть Объяснение Откуда они взялись Вот господин Вильданов Если по хорошему Они как обычно В Московской области То господин Вильданов Должен сейчас Ощутить Волшебную Пустоту Под своим креслом Что он повис Но я подозреваю Что с ним будет Так же Как с госпожой Васильев И по тем же Самым причинам Когда говорят Что ах Это диверсанты Жгут траву В Хакасии Извините Траву в Хакасию Жгут А Люди Которым нечем Заняться Которым хочется Поприкалываться И Б Это древнее Подсечно Огневое земледелие Когда Чтобы старая Трава Не мешала Растяну И сжигают Старую траву Другое Что в 21 веке Технологии Позднего неолита Это некоторый Нонсенс И вопрос До чего Хакасские власти Довели свой регион Вообще-то говоря Не самый бедный Там много Чего есть Такого Полезного Вот Но это уже Вопрос К региональным властям Если мы Во всех Во всех бедах Как при товарища Сталине Будем винить Диверсантов Ну вы знаете Мы очень быстро Существим Не 5 марта 1953 года Когда там его убили А мы очень быстро Существим Майдан Потому что когда Власть невменяема Она перестает Быть ценностью Михаил Геннадьевич И еще одна тема Которая занимала Умы Сердца Я полагаю Глотки Людей Потому что Люди Срывались на крик Кричали Доказывали Друг другу Что прав Именно он Этот человек Этот спорщик Это конечно Конфликт В Грозном Конфликт Теперь получается Бастрыкина И Кадырова После того как А Да Вспомнили Вспомнили Ставропольские полицейские Приехали на задержание Человек находился В федеральном розыске При задержании Застрелян А потом шла долгая дискуссия Были оповещены Местные власти Да Квастрыкин говорит Что были оповещены Местные правоохранительные органы В кадре говорит Что не были оповещены Ну на самом деле Следственный комитет Мог например Предупредить Следственный комитет По Чечне Но не предупредить МВД Но не предупредить МВД по Чечне Но значит Конфликт Двух Выскопоставленных Чиновников Я думаю Как-нибудь сами Между Промежь себя Разберутся Мне очень понравилась Идея которая была высказана Рамзаном Ахановичем Кадыр Ну ставшая вот После искры Что если На территории Региона Приезжают Представители силовых структур Из другого региона Или федералы И начинают там Что-то творить Непонятное То местные Имеют право Открыть огонь на поражение Я напомню Что несколько лет назад По России Шел буквально вой Даже не стон А вой От представителей Чеченских Правоохранительных органов Которые вот так вот Катались в командировочке С оружием И разбирались Я не знаю Было или не было Я свечку не держал Но вой был И я тогда собирал Так сказать Пожелания Было очень много Предложений Не насчет федералов А именно Что вот Люди из одного региона Представители силовых структур Могут ехать В командировку с оружием В другой регион Только в том случае Если они имеют Санкции федеральных властей А иначе Это незаконное Ношение оружия Со всеми последствиями Юридически Вплоть до стрельбы До поражения Я не знаю Сохранилась ли Эта практика Сегодня Не сохранилась она И была ли Она не была Но вот в этом отношении Что если Силовая структура Приезжает в другой регион С оружием То это можно делать Только по команде Федерального центра Соответствующими полномочиями Это очень правильная позиция Я думаю Что первое На кого она должна Распространиться Это представители Чеченских правоохранительных органов Я напомню Что некоторое время назад Когда чеченского депутата Другой депутат В стенах Госдумы Спросил Является ли Чечня Субъектом Российской Федерации То он был избит Очень сильно И при этом Фигурировал Даже в золотой бестолее Да Помним В этом отношении Идея разумна Она не касается Федералов Само собой Федералов А то и федералы Что они действуют По всей территории Российской Федерации Но в отношении Там Соседнего региона Мне кажется Это правильно И я думаю Что это нужно Формализовать Принять соответствующую Инструкцию И начать Как можно быстрее Притворять ее в жизнь Просто для того Чтобы у нас Не было Ни карательных экспедиций В другие регионы Ни легенд О таких Карательных экспедициях В другие регионы Которые Разрушают общество Значительно сильнее Чем любые Другие события Ну и конечно Ни один регион Не должен быть Таким Мене Израилем В котором Уголовные преступники Совершившие Тяжкие Особо тяжкие Преступления Пользуются Полной безнаказанностью И имеют Гарантированную убегуще Если они Совершили преступление В другом регионе Кстати Я Никак Если честно Не могу понять В чем обвиняли Человека Которого убили Говорят Что он нанес То ли тяжкие телесные То ли в общем Зарезал То ли застрелил Какого-то Оппонента На Ставрополье Вы знаете Ставропольский край Это пылающий регион Потому что Там идет Очень сильное Вытеснение Как сейчас Принято Политкорректно Говорить Местного населения У меня Были В Кавминводах Некоторые знакомые Девушки Которые потом Оттуда бежали С ужасом Они не могли себе Представить Что такое возможно Потому что Реально Девушка Одна Не может В некоторых городах Курортных Просто пройти По улице К ней начинают Приставать И слетаться Со всех сторон И естественно Что после этого Эта девушка Никогда Разговоров о толерантности Политкорректности Нужбе народов И так далее О том Что Во всех народах Есть люди Хорошие И плохие Она воспринимать Этого не будет Никогда Мы готовы Воспринимать В вашем исполнении Все что угодно Но к сожалению Время Судья Самый Высокий Мы продолжим Через неделю Этот разговор Несмотря на праздники Оставайтесь с нами Счастливо Как не пропустить Важные новости Установите на свой смартфон Приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Интервью Профессиональные комментарии Удобное приложение Для важной информации Доступны версии Для iOS и Android Радио Комсомольская правда В вашем мобильном Редактор субтитров А.Семкин